Всем привет! В этом видео хочу рассказать вам о своих очередных покупках в магазине FixPrice. Начну со средств для стирки. В очередной раз приобрела активный гель PEMOS. Он стоит в FixPrice 99 рублей. Это намного дешевле, чем в других магазинах. Объем этой упаковки 1,3 литра, расход 100 мл, но лишь в том случае, если у вас не очень грязные вещи и мягкая, либо же средней жесткости вода. В противном случае расход увеличивается. Я иногда хитрю, добавляю 50 мл во время стирки. Я стараюсь свои вещи особо не занашивать, не допускать пятен. Зачастую мне вещи нужно просто освежить. И даже в таком небольшом количестве этот гель прекрасно с этой задачей справляется. Он достаточно густой, он приятно ненавязчиво пахнет, если можно так сказать, о средстве для стирки. И целиком полностью меня устраивает. Уже не в первый раз приобретаю. Именно эту упаковку я купила для своей мамы. Была недавно у нее в гостях. Она живет в Красном Селе. И там тоже есть FixPrice. Но PEMOS я в этом FixPrice не обнаружила. Так что придется мне эту огромную бутылку тащить от того места, где я живу, прямо до Красного Села. Это 2 часа в одну сторону. Ну что поделать. Я очень хочу, чтобы моя мама перестала наконец-то пользоваться обычными сыпучими порошками и перешла на гелии и на капсулы. Мне кажется, это намного удобнее и намного интереснее. Для себя я приобрела другое средство для стирки. Для меня это абсолютнейшая новинка. Средство Universal Oxi. Объем у этой бутылки 1, точнее 1,5 литра. Цена 99 рублей. Средство достаточно густое. Оно точно так же ненавязчиво пахнет, как и PEMOS. Как по мне, это практически одно и то же. Только он не синенький, а прозрачный. Расход у этого геля 1,5 колпачка для обычной стирки. Объем колпачка 50 мл. То есть 75 мл. Ну можно добавлять, точнее я, наверное, буду добавлять меньше, больше. Сомневаюсь, что это как-то сильно отразится на качестве стирки. С удовольствием попробую. Надеюсь, мне понравится. Если понравится, то буду приобретать и дальше. Также я приобрела себе 2 кондиционера для белья. Еще один взяла Verneil Supreme. В этот раз с другим ароматом. Аромат страсти. Вот такая фиолетовая бутылочка. Объем этого кондиционера 600 мл. Цена 99 рублей. Всего существует 3 вида. Все 3 я уже приобрела. Розовый и фиолетовый купила в фикс прайсе. Желтый, гламур, кажется, он называется. Я купила в гипермаркете ОК. Он там по акции стоил 97 рублей. Дешевле. Но по акции. Здесь без акции чуть подороже. Так что фикс прайс, конечно же, намного выгоднее. Расход у этого кондиционера достаточно маленький. И 30 мл, если вы хотите, чтобы от вещей слегка пахло. И можно добавить чуть больше, если хотите более интенсивный получить аромат. Для ручной стирки 20 мл. Расход, я думаю, будет маленький, потому что я собираюсь этот кондиционер добавлять именно во время ручной стирки. Что касается аромата. Он чем-то мне напоминает аромат вернель в черной упаковке. Что-то похожее у них, одним словом, уже было. Ну, аромат приятный. Я осталась им довольна. Собрала всю коллекцию. Теперь буду с удовольствием пользоваться. Да, кстати, маме своей я тоже приобрела такой кондиционер. Она очень любит вернель. Теперь вот у нее есть такие новиночки. В ее магазинчике рядом с домом по акции этот вернель стоил 139 рублей. Второй кондиционер, который я приобрела, это уже марка Ленор. Этот кондиционер с ароматом жемчужный пион. У него объемчик побольше, 93 мл. Но цена такая же, 99 рублей. Подобный Ленор у меня уже был с другим ароматом. Могу сказать, что аромат на вещах остается очень явный, если его много добавить. Здесь расход следующий. Вот, посмотрите. 35 мл. На 4-5 кг. Если хотите аромат поядреннее, но нужно добавить больше. Но 50 мл. Это очень много. Поверьте, я уже экспериментировала. Для ручной стирки нужно всего лишь 18 мл. Хватит действительно на 26 и даже на большее количество стирок. Единственное, что хочу сказать. Ленор подходит не для всех видов ткани. Им нельзя стирать детские пижамы. Вещи, маркированные как огнестойкие. Также нельзя стирать одежду из ворсистых тканей. Например, флиса, велюра, шинила и махровых тканей. То есть полотенце стирать с этим кондиционером нежелательно. Так что Ленор тоже могу порекомендовать. Действительно, очень хорошие кондиционеры. Следующая покупка, которую я совершаю уже в четвертый раз. Это пятновыводитель кислородный Pure Color. Он стоит 55 рублей. Объем упаковки 600 грамм. Он с активным кислородом. У этого пятновыводителя не очень большой расход. Средства хватает надолго. Выводит ли он пятна, я не проверяла. Я еще не посадила себе ни одного какого-то явного пятна, чтобы проверить. Но всегда все равно добавляю его при стирке. Он работает как усилитель стирального порошка. И вещи отстирываются, как мне кажется, лучше. Может быть, это мои фантазии. Не знаю. Обычно пересыпаю в другую упаковку. Мне неудобно эти банки раскручивать, закручивать. Все сыпется. Ой, кошмар. Но ложка внутри, что очень-очень полезно. Следующая моя покупка уже для кухни. Это бумажные полотенца Плюш. Довольно часто их приобретаю. 55 рублей стоимость. Огромный моток. Хорошие полотенца. Они достаточно плотные. Они прекрасно впитывают воду. Они не рвутся. Мне они очень нравятся. Всегда есть пачка в использовании. И одна упаковка в запасах. Так что вот, пришла пора пополнить запасы. Следующая покупка формально тоже для кухни. Это пакеты для хранения продуктов. Бон Хоум. 55 рублей стоят. Но я собираюсь их использовать несколько в ином варианте. Потому что у этих пакетиков есть зип-застежка, которая, как здесь написано, герметично закрывает пакет. В них, да, можно замораживать и многократно их использовать. Но я полагаю, что в них точно так же можно в путешествии складывать какие-то вещи. Не бояться, что с ними что-то произойдет. Белье. Может быть, какие-то бутылочки, баночки. Закрыли. Если что-то растеклось, что-то пролилось в чемодане с вещами, которые упакованы в этот пакет, ничего не будет. Стоимость 55 рублей. Продаются они везде. Я подсмотрела у Танюшки атмосфера счастья. Очень долго ждала, когда же они попадутся мне на глаза. И с огромной радостью их приобрела. Надеюсь, действительно использую их по тому назначению, которое я для них придумала. Но пока я искала в продаже те пакетики, нашла и другие специальные вот такие сумочки для путешествий. Посмотрите, какая прелесть. 50 рублей стоимость. 50 рублей за 4. Очень интересные такие сумочки. Я взяла 3 набора. Да, я жадная. Нахватала сразу много. Про запас пусть будет. Один я уже открыла. Давайте посмотрим, что внутри. Придется немного пошуршать. У меня простите. Внутри 4 сумочки вот такие. 4 пакетика. Внутри листочек и нарисовано, что можно положить. Но не обязательно туда класть то, что нарисовано. Можно все что угодно. Вот такой большой достаточно пакетик. Действительно, для зубной пасты, для зубной щетки он подойдет. Пакетик поменьше. Тоже хорошо открывается, закрывается. И два маленьких. Они мне больше всего понравились. Такие малявочки для ватных палочек и для дисков. Муж спросил, сколько туда влезет дисков. Я не знаю, сколько. Я пока не пробовала. Но в ближайшее время у меня получится опробовать и узнать, сколько дисков туда влезет. И насколько это удобно. Не прогадала ли я, купив сразу три набора жадности от своей. Для ватных палочек, мне кажется, очень адекватный такой мешочек, пакетик. Туда их много можно положить. И это очень и очень удобно. Так что вот. Про них я тоже уже очень давно знаю. Но у себя в фикс-прайсе нашла буквально на днях. Вот такая моя находка. Наконец-то. Я очень рада. Следующая вещь не менее полезная, но для меня лично. Это скотч. Самый обычный скотч. Я даже не помню, сколько он стоит. По-моему, 25 рублей. Есть такой коричневый, есть такой прозрачный. Мне без разницы взяла такой, ну как скотч, клейка-лента. Хорошая. Хорошая клейка-лента. Мне была нужна, что я про нее так долго рассказываю. Следующие вещи. Я тоже приобретаю. Точнее, следующую вещь приобретаю не в первый раз. Это вот такие силиконовые шнурки. В прошлом году я такие приобретала. Каждый год, каждое лето я нахожусь в поиске белых кроссовок. За сезон летний я умудряюсь белые кроссовки найти и убить. В хлам, к сожалению. В прошлом году купила классные такие кроссовки из магазина «Зенден» на Ламоте заказывала. Летом с удовольствием, да, кстати, нацепила на них точно такие же розовые шнурки. Летом поехала в этих кроссовках в отпуск. И там была такая мерзкая погода. А в Екатеринбурге нас так хорошо палило дождиком, что мои кроссовочки не выдержали и потрескались. Да, так что пришлось, конечно же, их выбрасывать вместе со шнурками. Ну, не буду же я их снимать, что за глупость. Так что белые кроссовки я пока что не купила, но я в поиске, а шнурки к ним вот, уже есть. Такой наборчик. Они, кстати, классные, не подойдут только на кроссовки, где широкое расстояние. Вот здесь вот. Ну, на широкую ногу неудобно будет. У меня нога узкая, так что для меня это очень даже хороший вариант. Также для кроссовок, которых у меня еще нет, я купила носочки. Носочки фикс прайс стоят 55 или 50 рублей, я уже точно не помню. Леди коллекшн, вот такие серые с розовым, с фуксиевым, точнее цветом, с цветом фуксии. Эти носки имеют в составе акрил и эластан. Они достаточно низкие. Вторые носочки вот такие. Кто у нас здесь производитель? МТР Маркет, город Москва. А, нет, это поставщик-производитель ООО Манеж, опять же город Москва. Состав этих носочков хлопок, полиакрил и эластан. Они голубенькие, тоже очень симпатичненькие. Так что буду их с удовольствием носить. На самом деле носков подобного плана у меня очень много дома. Но я постоянно покупаю какие-то новые. Мне они нравятся, тем более стоят недорого. Далее покажу вам косметику и околокосметические товары. Начну с ватных палочек. В прошлый раз приобретала палочки от... Я самая, да, за 55 рублей, кажется. Но все равно хотела купить вот такую упаковку Котте, потому что они дешевле 50 рублей. Здесь палочек таких больше, 400 штук. У меня ватные палочки расходуются очень быстро. Я с их помощью корректирую маникюр. А летом я маникюр делаю чаще. Поэтому они летят у меня просто в лед. Ну и плюс ко всему для гигиены моих собак, их ушек, эти палочки тоже подходят. В данном случае у меня ватные палочки с алоэ. Не знаю, куда они там запихали алоэ. Я в это особо не верю. Для меня главное, чтобы они были просто плотно намотаны. Пока качество ватных палочек от Котте меня устраивает, я буду их покупать и дальше. Также я купила две упаковки салфеток для женской интимной гигиены. Взяла для использования дома. Такие большие пачки, в которых 40 салфеток. Они стоят 25 рублей. Полностью меня эти салфетки устраивают. Они хорошо пропитанные. Они приятно пахнут, не вызывают сухости, раздражения, дискомфорта. Очень хорошие салфетки. Так что я их буду покупать и дальше. Да, взяла две упаковки на 50 рублей. Также приобрела вот такие женские штучки от марки Белла. Мне упаковка понравилась. 55 рублей, это не очень дорого. А также появились в Фикс Прайс вот такие японские мочалки. Они без упаковки, просто все вот так намотано. Не знаю, надо, наверное, кипятить эту мочалку перед использованием. Мало ли где она валялась, извините, пожалуйста. Эта мочалка придает гладкость и упругость коже, мягкое очищение, эффект пилинга и скраба, тонизация кожи, удаление токсинов, мягкий освежающий массажный эффект. Большинство японских мочалок, которые я пробовала, они очень-очень жесткие. Это на ощупь тоже жесткая, но какая она будет во время принятия души, я не знаю. Надеюсь, останется такой же жесткой. Сейчас почти лето. Я летом пользуюсь мягкими какими-то мочалками, мягкими скрабами, а вот такие средства я использую только в холодное время года. Цена 55 рублей. По размеру, мне кажется, она достаточно маленькая. Здесь вообще есть размер? Или они не стали его указывать? Вы знаете, здесь нет размера мочалки. Но я полагаю, она не очень большая. Почему-то есть у меня такое ощущение. Следующее средство, которое я тоже приобретаю не в первый раз, это зубной порошок в готовом виде от марки Фитокосметика. Мне нравится этот порошок. Мне больше нравится зеленый, но у этого более приятный вкус. Очень такой, знаете, интересный, как будто цитрусовые что ли, апельсинки какие-то. Хорошая зубная паста. Она полирует зубы. Не знаю насчет отбеливания, ничего сказать не могу, но зубы чистые. Я по утрам такой пастой пользуюсь. Объемчик невелик, 40 мл. И цена такая, 45 мл. Не очень маленькая, 55 рублей. Но зубная паста очень-очень хорошая. Следующее средство я приобретаю повторное. Это смягчающая ванночка для ног от марки Вилсон. 50 рублей за объем в 383 грамма. Точнее, за вес. Мне очень понравилось это средство. Я не скажу, что оно делает какие-то чудеса, что ноги после ножной ванночки с этим средством какие-то просто замечательнейшие. Нет. Но им приятно пользоваться. Оно пенится. Оно приятно пахнет. Действительно смягчает воду, смягчает ноги, подготавливает их к дальнейшему уходу. Как, в общем-то, и любая ванночка. Здесь написано, что есть в составе фруктовые кислоты, масло, мята и розмарина. Все это в составе действительно, прошу прощения, есть. Но я очень люблю такие процедуры и очень люблю средства, которые специально созданы для какой-либо процедуры. В данном случае для ванночек, для ног. Да. Ну, советовать не буду. Хотите, попробуйте. Но если не хотите, то, в общем-то, ничего страшного. Ну, я думаю, вы ничего не потеряете. Ну, и последнее средство, которое я вам покажу, это мое разочарование. Это вот такой крем для ног. Крем-эксфолиант. Шелковые пяточки. Ой, очень грустно мне. Цена товара 55 рублей. Объем 160 миллилитров. Написано, что этот крем подходит для использования с носочками. Яркое оформление. Все замечательно. Крем, кстати, очень приятно пахнет. Здесь в составе фисташка, лимон, эмаль, воинтарная кислота и молочная кислота. Крем неплохо смягчает кожу. Состав у него хороший. В отличие от многих других кремов, которые продаются в фикс-прайсах, не пойми каких марок, у этого довольно-таки плотная текстура. Он хорошо наносится, долго впитывается и действительно хорош под носочки. Но он вызывает у меня аллергию. Меня это очень расстроило. Я купила эту банку, прибежала домой, в этот же вечер намазалась. Надела носочки, легла спать. Все хорошо. Утром я просыпаюсь от того, что у меня зудят ноги, пальцы ног, там, где очень тонкая кожа. Я понимаю, что точно такие же ощущения я испытывала, когда пользовалась кремом Lovely Food, тоже из фикс-прайс. Крем, который отлично работает на ногах моего мужа, но абсолютно не подходит мне. Когда я вернулась домой, этот крем я покупала в Красном Селе, когда была у родителей, я посмотрела производителя этого крема и производителя крема Lovely Food. Оказалось, что это один и тот же производитель марка Евролайн. Состав разный. У крема состав разный. Но реакция у меня что на тот, что на этот абсолютно идентична. Я более чем уверена, что на ногах моего мужа этот крем будет работать идеально. А я очень расстроилась, вы даже не представляете, мне очень он понравился по текстуре и по аромату. И такие неприятности. Самое обидное, что вот эти ощущения на коже стоп, точнее на пальчиках, они сохраняются уже несколько дней, хотя я этим кремом пользовалась всего лишь один раз. А проблемы до сих пор со мной. Ну вот как? Знаете, как обидно. Ой, ну да ладно. В общем-то, это все мои покупки из магазина FixPrice. Их достаточно много, но как обычно, я несколько раз обычно в такой магазин за месяц захожу и набираю примерно такую кучку, иногда побольше. Ну если меньше, то просто не снимаю видео, что там про три банки-то рассказывать. Да, так что надеюсь, это видео было для вас интересным, может быть полезным. Спасибо за то, что вы его посмотрели. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok